Если раньше велосипед был просто средством передвижения, способом развлечения для детей, то сегодня это серьезный вид спорта, в котором есть и скорость, и трюки, и экстрим. Так, 10 мая на острове Русский в районе Русской Лыжини состоялась кросс-кантри-гонка Поспеловская Змейка 2022, посвященная Дню Победы. Соревнование называется Поспеловская Змейка. Ну, почему такое название? Такое немножко с юмором. У нас здесь есть основной подъем. Это старая военная дорога, серпантин, километр ровно, то есть там 13 поворотов с Русской Лыжни получается туда направо, и она идет на хребет. Раньше это снабжение было, вот эта дорога тоже вниз, это старинная военная дорога. У нас старт был от самого моря. Соревнования проходили на горных велосипедах. В этом виде спорта спортсмены соревнуются на скорость прохождения дистанции. Участие в мероприятии приняли 46 человек разных возрастов. Почти все спортсмены – воспитанники велошколы «Остров». Тренер у нас хороший, ну, я научился многому. Вот, за год освоил многие техники, о которых раньше не знал, хотя катаюсь уже давно. Данным видом спорта я занимаюсь, ну, с детства, то есть катался я всегда. Именно соревнованиями я занимаюсь около полутора года. Как проходят ваши тренировки? Тренировки проходят в основном по шоссе, то есть берется велосипед и едешь. Также бассейн, ОРУ всевозможные, то есть разминки, силовые упражнения, езда по лесу, опять же. Самую короткую трассу преодолевали юные участники, а также дети вместе с родителями. Как тебя зовут? Рома. А сколько тебе лет? Пять. Тебе нравится заниматься этим видом спорта? А что тебе больше всего нравится? Первое место. Первое место занять? По словам тренера, ежедневные тренировки, работа в команде, стремление к победе – все это формирует в подростке силу воли, лидерские качества и правильные жизненные принципы. Я занималась еще до этого ориентированием в другой секции, а потом поняла, что ориентирование – это не мое. Я больше за скорость, больше за физическую силу, и поэтому ушла в велоспорт. А есть то, чего не хватает для полноценного занятия этим спортом? Наверное, не хватает места. То, что вот только русский остров, получается, у нас здесь прогрессирует велоспорт, а больше, допустим, на второй речке, туда ближе. Велодорожки те же только на русском острове есть, ближе к городу нет. По словам организаторов, формат подобных соревнований удобен тем, что свои силы могут попробовать спортсмены разного уровня подготовки. Юным велосипедистам я бы посоветовал больше тренироваться, упорнее, не стремиться достичь всего и сразу, а постепенно, постепенно ставить цель на год и идти к ней готовиться, выезжать на старты, большее количество стартов проходить, опыта набираться, участвовать сильными спортсменами, перенимать какой-то опыт у них, и все получится тогда. Завершилась гонка традиционным награждением победителей и призеров соревнования. Анна Дьякова, Олег Завялов, Леда Землякова, Новости на Восьмом.